Всем привет! Сегодня коротенький урок про условия и ветвления в наших программах. Давайте рассмотрим план, как наилучшим образом провести воскресенье в Лолоши. Вы понимаете, что ваше воскресенье зачастую зависит от хорошей погоды. Итак, план уже перед вами. Пока план номер один. Если в воскресенье будет хорошая погода, то сначала я схожу погулять. Ну и дальше, при любом раскладе, буду делать домашку. Ладно, давайте посмотрим, как выглядит алгоритм, зарисованный с помощью блок-схем. Так, начинаем сверху, доходим до условия. На улице хорошая погода? Допустим, да. Ну тогда переходим сюда, идем гулять, идем, идем, идем. И приходим к тому, что нужно сделать домашку. Давайте теперь попробуем этот же алгоритм пройти, если у нас плохая погода. Начинаем сверху. На улице хорошая погода? Нет. Тогда сразу переходим, сделаю домашку. Так, ну давайте попробуем, вот так будет выглядеть программа на языке Лоа. Так, ну помните, два минуса подряд это комментарий, значит ничего у нас не делается. Так, условия. If. Если на улице хорошая погода, тогда пойду гулять. End. Конец. Так что вот эта вот, вот эта вот команда, пойду гулять, она будет выполнена только в том случае, если вот это условие истина. Если на улице хорошая погода. А иначе наша программа сразу, если плохая погода, наша программа сразу отсюда перескакивает к вот этой строчке. Делаю домашку. Ну вы помните, что в нашем плане в любом случае домашку нужно было сделать. Так, ну план был так себе. Давайте, более лучший план. План номер два. Если в воскресенье будет хорошая погода, то я схожу погулять. Иначе останусь дома играть в игры. После чего буду делать домашку. Ну знаете, уже как-то более так честно по отношению к Аллоуше. Потому что в прошлый раз он только при хорошей погоде мог хорошо провести первую половину дня. Так. Давайте посмотрим, как это выглядит в виде алгоритма. Ну мы видим, что уже что-то изменилось. Итак, здесь хорошая погода. На улице хорошая погода. Да. Пойду гулять. Ага. И делаю домашнее задание. Давайте теперь, если плохая погода. Начинаем сначала. Переходим к условию. На улице хорошая погода? Нет. Ну тогда идем сюда. Поиграем дома. И идем сюда. Сделаем домашнее задание. Как это выглядит уже в виде программы на языке Луа. Так. Если. Иф. Это если. Если на условии хорошая погода. Если на улице хорошая погода. Then. Тогда пойду гулять. Else. Мы добавили здесь ключевое слово. Else. Иначе. Если на улице хорошая погода. Тогда то-то. А иначе. Когда происходит у нас иначе? Иначе. Это если это условие. Неправда. Если. В этом условии не истина, а ложь. Давайте попробуем сейчас по строчкам разобрать. Итак. У нас за окном дождь. Начинаем сначала. Иф. Ключевые слова. Иф. Если в воскресенье будет хорошая погода. То я схожу погулять. То я схожу погулять. Иначе. Если. Мой компьютер уже починили. То останусь дома. Играть в игры. А иначе. Это означает, что и погода плохая. И компьютер еще не починили. Вот это. Вот иначе. Наши. Начинаем. Посмотрю телек. Конец. Телек тоже хорошо. После чего буду делать домашнее задание. Ну ладно. Кстати. Можно это домашнее задание. Было бы поставить в самое начало. Вы проснулись. Сделал домашнее задание. А уже потом смотрите на погоду. Ну ладно. Это легко поменять. Так. Ну как будет выглядеть наша программа? На улице хорошая погода? Тогда пойду гулять. Иначе если. Иначе если. Это означает. Нет. Нехорошая погода. И. И компьютер починили. Тогда поиграю в игры. Но если еще и не только плохая погода. Еще и компьютер не починили. Тогда мы переходим сюда. Сразу же. Посмотрю телек. Ну ладно. Посмотрим телек. Конец. Все. А теперь без всяких условий делаем домашнее задание. Как я вам уже говорил. Можно вообще-то это сделаю домашнее задание. Было переместить сюда. Как наверное нормальные люди и делают. Но я так никогда в жизни не сделал. Так. Давайте откроем Zero Brand Studio. И напишем наконец-то программу с условиями. Все свои действия будем печатать на экране. С помощью функции. Ну хорошо. Так. Вот у меня заготовки программы. Запускаем. Начало-конец. Ну ладно. Что там? Мы должны условия. Хорошая погода. Или нет. Так. Ну давайте переменную создадим. Локал. Хорошая погода. И давайте здесь пока сделаем, что хорошая погода. Помните, как у нас истина в языке LOA? True. Так. Как там у нас? Починили компьютер? Давайте. Компьютер не починили. Ложь написали. Так. Ну и все. Вроде бы у нас никаких больших условий не было. Давайте. Сразу пишем if. Хорошая погода. Then. Видите, когда мы правильно пишем какие-то ключевые слова, они у нас выделяются другим цветом. Вы сразу видите. Есть ошибка у нас или нет? Так. Что мы делаем, если хорошая погода? Мы должны что-то напечатать. Помните, печатаем на экране print. Так. Ну что. Хорошая погода. Играем в футбик на улице. Играть на улицу. Ну конечно. Хорошая же погода. Так. Дальше у нас было иначе. Нет. У нас было иначе если. А иначе если пишется вот так. Else if. Здесь должно быть условие. Потому что иначе если. Если это значит уже какое-то условие. Что там у нас за условие? Починили комп. Ну. Давайте. Починили комп. Then. Я так бессовестно копирую копипаста строчек, чтобы не набирать. Так. Если комп починили. Ну ладно. Зависаем. Вконтакте. Угу. Так. А если комп не починили. То мы. Так. Давайте сразу. And напишу. And. And. Смотрим телик. Смотрим. Смотрим. Име. Патерику. Так. Кстати. Хочу сказать, что в Zero Brand Studio есть такое сочетание клавиш. Control-I. Ну. Control-I. Английское. Нажал. Видите. У нас выровнялись. Выровнялись отступы. Можно опять что-нибудь испортить. И опять попробовать нажать Control-I. Видите. Все вернулось. Отлично. Я люблю, когда в программах правильно отступы сделаны. Про отступы мы как-нибудь с вами в другой раз поговорим. Так. И давайте. Наверное запустим нашу программу. Так. Запускать всегда вот этой кнопочкой. Вот другие кнопки мы сейчас тоже. Урок, конечно, я короткий обещал. Но можно уже заканчивать. Смотреть. Кому не терпится делать домашнее задание. Но я расскажу еще кое-что про этот Zero Brand Studio. Итак. Запускаем. Запустили. Начало. Иду играть в футбол на улицу. Конец. Так. Интересно. Давайте хорошую погоду исправим на плохую. Запускаем. Как вы думаете, что сейчас будет? Смотрим аниме по телеку. Так. А давайте компьютер пусть починит. Починили компьютер. Зависаем в контакте. Отлично. А давайте и компьютер починили, и погода хорошая. Как вы думаете, что произойдет? Иду играть в футбол на улицу. Почему играет не... Почему не за компьютером зависает, а идет играть? А все потому, что в каком порядке мы все наши условия разместили. Мы сначала разместили проверку. Если хорошая погода, тогда мы что-то уже делаем. Если мы хотим приоритет, нам более важно, чтобы человек поиграл в воскресенье в компьютер, тогда мы вот так давайте переставим немножко местами условия. Вот так. Смотрите. Все как было, но первым условием идет. Если починили компьютер, тогда зависаем в контакте. Иначе, если хорошая погода, идем играть в футбол. Ну и в самом крайнем случае смотрим аниме по телеку. И не забывайте, что у меня там внизу была еще одна строчка. Конец. Так, ребята, я забыл. Не конец. Мы должны делать домашку. Правильно? А то, что за воскресенье такое. Отлично. Зависаем в контакте, делаем ДЗ. Так, давайте я теперь немножко расскажу про... Урок закончен, кстати. Можно все. Пока я тут ловлю границу. Помните, я вам сказал, что вот этой кнопкой всегда запускаем программу. Действительно, это кнопка для нормального запуска нашей программы. А что если мы хотим пошагово посмотреть, как наша программа работает? Для этого мы нажимаем точку останова, выбираем строчку. Ну давайте первую строчку. А, здесь нельзя комментарий. Вот любую строчку с командой. Нажали точку останова. И теперь нажимаем не вот эту кнопку, а следующую. Начать или продолжить отладку. Про отладку у меня есть очень сложный урок, пока про него не будем. Нажали. Что произошло? Программа запустилась, но мы ничего не видим на экране. Мы можем остановить выполнение программы, нам это не нужно. Можем продолжить. Тоже нам это не нужно. Давайте посмотрим на вот эти кнопочки. Это неинтересно. Вот. Вот эта кнопка очень важная. Перейти на следующую строку. Мы, наш язык луа ждет, пока мы нажмем на эту кнопочку. Чтобы перейти к следующей строчке. Видите, зеленый такой, зеленый треугольник. Он, когда встретил точку останова, он на ней замер. Обязательно нужно поставить хотя бы одну точку останова. Иначе наша программа, ну вот смотрите. Убираем точку останова и запускаем. Наша программа выполнилась. Ну, как будто мы нажали вот эту кнопку. Да? Никакой разницы. А мы должны воспользоваться. Кстати, даже вот сюда можно рядом с номером строки нажимать точку останова. И она ставится. Либо этой кнопкой. Нажать снять. Так. Еще раз запускаем. Теперь вот переходим к этой кнопке. Перейти на следующую строку. И нажимаем эту кнопку. Нажали. Нажали. Смотрите, что произошло. Вот эта строчка уже выполнилась. Значит, появилась переменная с названием «Хорошая погода», в которую мы занесли истина. Дальше идем. Так, теперь вот эта строчка выполнилась. Починили компьютер, тоже истина. Теперь мы стоим на этой строчке. И сейчас, если мы нажмем «Перейти на следующую строчку», наш язык ЛОА посмотрит это условие. Так, ну давайте. Нажимаем. Починили комп? Да. Это условие сработало. Вот это «то» сработало. Вот эта команда сейчас будет выполняться. Почему? Потому что ЛОА считала из этой переменной значение. А в «Починили комп» у нас уже истина, что компьютер-то уже починен. Давайте. И что здесь будет, если я сейчас нажму еще раз? Перейти к следующему. Во-первых, напечатается вот эта команда. Но куда перейдет наш зеленый пеугольник выполнения программы? Думаете, сюда? Нет. Он должен перейти уже сюда. Потому что мы уже выполнили наше задание. Так. Печатаем. И вот сюда перешел. Делаем домашнее задание. Так, делаем еще раз. И еще раз конец. И еще раз. Все, наша программа остановилась. Ну все. Возможно, вам этот отладочный режим поможет. Еще раз. Это уже второй конец урока. Давайте расскажу еще одну полезную вещь. Давайте правую кнопку нажмем. И видите, я два раза щелкнул на переменной. И написал. Добавить выражение. Что за выражение такое? Давайте еще раз на другой переменной щелкнем. И делаем. Добавить выражение. Теперь. Ну я окошечко поменьше сделаю. И давайте теперь опять запускаем отладку. Вот этой кнопочкой. Нажали. Оказывается, выражение это нам показывает наш отладчик. ZeroBrand Studio. Что в данный момент. Вот на этой строчке в нашей программе. Находится в этих переменных. Вы видите, мы эти переменные еще не объявили. Про них наш язык Луа не знает. А помните, что в переменных, которые еще не объявлены. В них всегда лежит Нил. Так. Ну давайте перейдем на следующую строчку. Так. Пока ничего не произошло. Сейчас я нажму и она выполнится. Так. О, отлично. В хорошую погоду занесли истину. Так. Еще выполнили. Теперь в Починкомп занесли истину. Отлично. Идем дальше, дальше, дальше. Дальше, дальше. Ну все. С помощью вот такого приема. С помощью отладки. Вы можете узнать, что же находится в тот или иной момент вашей программы. В этих переменных. А можно сделать еще хитрее. Видите, если у вас программа, допустим, 100 строчек. Неужели вы будете сто раз нажимать вот эту кнопку «Перейти на строку», «Перейти на строку», «Перейти на строку», «Перейти на строку». Она выполнила все строки до точки останова, где нужно остановиться. Так, видите, у нас уже в переменных «Тру», «Тру». Здесь ничего не напечатано. Ну только начало напечатали, потому что вот оно здесь было. Зато мы видим теперь, что у нас на этой строчке в условии будет использовано. Мы видим нашу переменную «Починили комп». В ней «Тру» истинно. Мы сразу уже видим, что это условие сработает. Теперь мы можем спокойно, можем, во-первых, поставить, например, точку останова сюда и нажать вот эту кнопку. Нам не придется по каждой строчке перебирать. Вперед, 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 вперед. Если мы нажмем сюда, то наша программа до следующей точки останова добежит. Либо до конца программы, если никакой точки останова не встретится. Давайте запустили. Вот наш зеленый треугольничек показывает, что мы сейчас на этой строчке. Действительно, зависаем в контакте, уже напечаталось. А чтобы дальше продолжить, можно либо нажать опять сюда, начать или продолжить, когда у нас уже до конца она дойдет. Либо можно по строчке опять выполнять. Ну давайте уж, нажмем, пусть до конца выполнится. Отлично, делаем до законец. Ну все, на этом действительно урок закончен. Надеюсь, это вам пригодится для домашней работы. До свидания. Ставим лойсы.